Всем привет! Это специальная рубрика для моего телеграм-канала Aliko, которая называется Aliko in my bag. Сегодня у меня в гостях Снежана Георгиева. Снежана, что у тебя в сумке? Здравствуйте, меня зовут Снежана Георгиева и сегодня в рубрике Aliko in my bag я расскажу, что лежит в моей сумке. Начнем со скучного, рабочего. Это макеты новых этикеток для бутылок, вин, к которым я имею отношение. Их много, они все еще в работе, так что работа всегда со мной. Телефон, все очень просто здесь. Кошелек тоже все очень просто. Это, мне кажется, вкладыш в сумку Лоропьяна, но мне показался он удобным, поэтому я его приспособила под кошелек. Косметичка. Здесь особо никаких секретов нет. Кисточка, моя пудра, поскольку у меня сегодня съемка у этой пудры такой финиш фейстюна, как говорят, да. В общем, да, она такая достаточно прозрачная, но матовая. Тональное средство, которым я пользуюсь, это Water Fresh. Пользуюсь я и мне каждый день, вот опять-таки, когда есть в этом необходимость выход или какой-то там, не знаю, встреча. Тон Medium Plus. Такой эффект загара, немножко свежести, кои в Москве не хватает. Дальше блеск для губ Сережа Наумов. Что еще здесь у меня? Бальзам для губ. Трилап. Мне кажется, им все пользуются, он достаточно известен всем. Дальше у меня Омега. Я принимаю курсом, по-моему, три месяца собираюсь в этот раз принимать. Дальше у меня крем для рук. Сухо сейчас очень, поэтому крем у меня уходит, мне кажется, банк в тюбик в неделю. Что еще? Паспорт. О, как у меня тут мочится все. Но это случайно. Такой спрей, Биологик. Здесь все гиалуронка. Очень классная штука. Это, правда, я рекомендую. Тоже пользуюсь очень давно. И можно пользоваться как в начале дня, так в течение дня, сверх макияжа, перед макияжем. В самолете это вообще незаменимая вещь. И, собственно, даже когда у вас очень усталый вид или очень пересушенная кожа после перелета, эта штука вас спасет. Это точно. Это морской конек. На самом деле это духи. Сухи. Таким ароматом пользовалась моя мама. И я его случайно обнаружила у Estee Lauder. И теперь они у меня. Периодически, когда мне хочется обнять маму, а мама далеко, я делаю так. И я почти с мамой. Ну и смотрите, какая классная штука. Мне кажется, это какая-то коллекционная, насколько я могу припоминать. Матирующие салфетки. Ну, мне кажется, что каждая девушка. Нет-нет, да и да. Тоже немножко о работе. Это понтон, в который тоже всегда со мной, знаешь, когда ты выбираешь цвет шрифта, бумаги, фактуру и все-все-все. В общем, это такая рабочая моя история. Еще один парфюм. Не уверена, что он еще существует. Мне его дарил Миша Барышникова, собственно, и автор этого парфюма тоже Миша Барышникова. Это абсолютный шедевр и ничем не спутаешь. И иногда хочется сменить свой дневной образ на что-то более вечернее или парадное. И для этого у меня всегда есть какой-нибудь запасной бежу. В данном случае это вообще не бежу. Это большое красивое кольцо. И выход на вечер мне, собственно, обеспечить. Собственно, все. Сегодня я вам показала все, что у меня обычно в сумке. С вами была рубрика Aliko in my bag. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо. Снежан, мне очень понравилось твоя сумка. Скажи, что за бренд, где ты ее достала? Она такая великолепная и необычная. Такая немножко бабушкина. Да ладно тебе? Нет, очень даже классная. А что за бренд? Это Cartier. С этой сумкой уже 23 года. Мне на Миллениум, на Новый год подарил ее тогдашний мой бойфренд. Мы тогда путешествовали и Миллениум встречали в Париже. Поэтому вот это такая сумка. Я про нее совершенно забыла. Наверное, уже лет 20 как. А сейчас, прогуливаясь по Парижу в витрине Cartier, мы с Соней увидели эту сумку. То есть ее как-то возобновили? Да, ее, наверное, возобновили, реновировали. Как это правильно называется? Я не знаю. И я не вспомнила. И теперь вот с большим удовольствием ношу. Так что она такая миленькая. Очень даже оказалась, как мы заметили, сейчас вместительная. Вот. Ну и, собственно, посмотри, какая здесь веселенькая подкладочка. О, дай покажу. Класс. Даже еще, кстати, вот видно, что Снежана не сняла, как называется, пленку. Снежана на тот момент носила ее очень, наверное, мало. Может, не знаю, раза 3-4, может быть, я ее носила. Мне тогда казалось, что это немножко не про Снежану. Но это был подарок. А сейчас вот про меня вполне себе. Я очень даже довольна. И главное, что это пока что редкость. Пока что. Снежан, ты одна из самых стильных женщин, на мой взгляд. Что тебя вообще вдохновляет? На то, чтобы одеваться, выбирать разные образы, стайлинг. Ты сама себе стилист, ты практически, ну, ты вообще не пользуешься ничемными услугами. Откуда ты черпаешь вдохновение? Что для тебя вдохновение? На самом деле, наверное, ничего особенного в моем случае нет. Это путешествия, это походы в музей, просмотр кино, книги, глянец, который... Кстати, он сейчас... Да, есть сейчас как раз... Есть возможность проинтегрировать замечательный журнал, мне кажется. Мой друг как раз делает сейчас классный проект, и он как раз про картинки, то самое, что было в глянце последние 10 лет, когда нам не хотелось ничего в глянце читать, хотелось смотреть только картинки. Вадим сделал так, что журнал POS теперь только картинки. Это такой бук. Я сейчас много о нем говорю, простите меня, пожалуйста, пользуюсь случаем. Нет, ну все правильно. На самом деле, это не журнал, потому что журнал это такая штука, которая выходит раз в месяц, это бук, который будет выходить раз в полгода, и там будет все лучшее, что есть в мире моды, и в мире арта, и всего-всего за полгода. Что это такое? Набирая штука, ты берешь вот так, достаешь, и чтобы не лезть пальцем сюда, ты так берешь, набираешь духи, делаешь так, делаешь так. Спасибо большое вам за то, что вы меня пригласили. Ты классный. Я тебя люблю. Ура! Друзья, спасибо, что досмотрели выпуск Али Кой Май Бэк до конца, а для тех, кто хочет посмотреть все выпуски и всех героев, которые участвовали в рубрике, вам нужно зайти в мой телеграм по хэштегу Али Кой Май Бэк и нажать стрелочку вверх. Вот и все. Наслаждайтесь новыми выпусками и следите за каналом. Спасибо, что подписались. Я надеюсь, что вы уже это сделали. Пока. Пока.